Всем привет! Меня зовут Лёша Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И сейчас очередное видео про Цивилизацию 5. Но на этот раз будет не стратегия, и вообще это не очень большое видео, а я его назвал «Очевидные неочевидности». Дело в том, что у меня в комментариях многие спрашивают, как включить счёт в игре, как там ещё какие-то штуки включить. То есть вопросы про интерфейс, про какие-то вещи, которые не относятся конкретно к самой стратегии. Поэтому я решил сделать это небольшое видео. По идее, игроки, которые давно знают Цивилизацию, в курсе всех этих штук. Но раз вы спрашиваете, надо, наверное, вам показать в видео, и лучше я буду на него ссылаться, чем постоянно в комментариях отвечать одно и то же. Вообще, это довольно удивительно для меня, потому что понятно, если вы не разбираетесь в стратегии, как города растут. Ну, это как бы вот в этом вникнуть надо. А здесь интерфейс... Ну, вы же вот купили игру, тут столько всяких кнопочек. Почему бы их просто понажимать и понять, что они делают? Залезть во все закладки, во все области игры, можно так сказать. Ведь ничего не произойдёт, вы можете всегда сейв загрузить. Это пошаговая стратегия, а не экшен, в котором, не дай бог, не туда, и всё, смерти придётся там начинать с начала уровня, например. Нажимайте на что угодно, проверяйте, узнавайте игру. Это же даже интересно, в конце концов, понять, как все эти закладки работают. Да, кстати, забыл обратиться к моим зрителям, слушателям. Если среди вас есть кто, какой-то имеет отношение к дизайну, не могли бы вы мне написать на e-mail халецкийсобачка.gmail.com. Мне надо оформить канал. Ну, то есть, тут шаблон один, который закачивается и делается оформление. А я, из меня, рисовальщик вообще никакой. Чукча-рассказчик, а не рисовальщик. Поэтому, если вы можете помочь, пожалуйста, пишите. Об оплате там или о ком-то бартере, естественно, договоримся. Ну, надо же как-то канал облагородить. Ну, так вот, собственно, к самому видео. Вот перед вами начальное меню игры. Закладка DLC – это загружаемый контент, который вообще дополнение. И, как видите, здесь можно отключать, вот если убрать галочку, то можно отключать дополнение боги и короли, как и все остальные нации. Просто у меня спрашивали в комментариях, можно ли удалить дополнение. Я, правда, не знаю, зачем. Вот я играю в дополнение, и мне совсем не хочется возвращаться к оригинальной игре. Но если вдруг кому-то надо, то вот оно все тут. И, соответственно, и дополнительные нации все тут. Это можно отключать, и их у вас не будет в игре. Далее. Меня спрашивали про модификации. Какие я использую модификации? Вообще, мне не очень нравится, как в «Цивилизации» сделан запуск модификации. Я бы предпочитал вот как DLC, видите, здесь просто отметить модификации птичками, чтобы они всегда были. А здесь, чтобы модификация работала в игре, то надо запускать игру через модификации, окей, потом здесь их отмечать, нажимать «Далее». Вот сейчас загружу, я потом вернусь к модификациям, расскажу, что там к чему. Просто чтобы показать, через какое место сделана игра с модификациями. Видите, тут игра долго думает, типа, видимо, подгружает эти модификации, и только здесь надо выбирать одиночную игру, и там дальше уже запускать. Теперь непосредственно к модификациям, какие я использую. Я, честно говоря, не часто с ними играю, просто потому что вот мне влом вот так запускать игру. Вот мне нравится «Сити Лимитс» модификация, потому что она показывает, оно, блин, модификация, она моя. Она показывает городские границы, до каких границ может расшириться город. Вы в стратегии «Четыре традиционных города» могли видеть такими синенькими очертаниями. Дальше. «Colored religions» – это иконки религии, раскрашивает в разные цвета, а они белые всё время. Тоже, ну, просто удобно для восприятия. Потом расширенные записи в «Цивилопедии». Думаю, из названия понятно. Не всегда просто «Цивилопедия» в самой цивилизации полно объясняет специфику чего-либо. Более быстрая анимация самолётов. Потом «Инфоаддикт» – это расширенная инфа о демографии. То есть она полностью показывает о всех других нациях инфу. Ну, в принципе, это немножко читерское, я бы сказал, дополнение. Я без него теперь буду играть, потому что он действительно показывает ту информацию, которую игра предпочитает скрывать. То есть вы, например, встретили немцев, открываете вот этот... Ну, там в настройках у вас появляется этот инфоаддикт, открываете, и там всё о немцах полностью вообще расписано. Сколько у них войск, сколько золота, какая у них кривая развития и так далее. Ну, это слишком много информации, которая может изменить баланс игры. Недаром же авторы не включали её. И последнее – это дерево усовершенствования юнитов. Просто удобно всегда глянуть, куда ведёт ваше промоушенство, как же это, не совершенствование, а продвижение юнитов. То есть какие дополнительные плюшки вы можете получить, если будете, там, идти, например, по шоку до конца или по другой ветке. Ну, это просто для удобства такая инфа. Чтобы получить модификации сами, вот откуда их взять, загрузить, это в Стиме. Вы заходите в воркшоп, и там, собственно, все эти модификации лежат. Так, и последнее, что я тут хотел показать – это сетевая игра. Значит, смотрите, вот вы заходите в интернет и видите всего одна открытая игра. Дело в том, что цивилизация, очень странно сделана, она показывает не все-все-все вообще игры, которые люди создают, а только близкие к тому региону, через который обновляется ваш Стим. Понимаете, да? У меня Стим, у меня в установках Стима обновление стоит через Польшу. Поэтому я вижу игры, созданные поляками, ну, иногда немцами, украинцами, русскими. Вот в этом промежутке, понимаете, да? Если вы, например, в Стиме включите обновление через США, вы увидите больше всего созданных игр и больше всего выбор. Но проблема в том, что у вас при этом, при заходе в эту игру, будет очень высокий пинг, и вас просто будут оттуда выкидывать. Потому что вообще сетевая игра в цивилизацию много глюков имеет, а когда еще и пинг высокий, то люди просто не заморачиваются. Не важно, как хорошо вы играете, плохо. Людям важно, чтобы не было вылетов, квитов, и поэтому они людей с высоким пингом сразу из игры выкидывают. Ну и вот, соответственно, можно таким образом искать, где побольше игр. Но проблема в том, что при переключении сервера вам надо перезагружать Стим, чтобы это изменения пришли в силу. Поэтому много не поищешь. И именно поэтому лучше всего в Стиме искать друзей, договариваться заранее и заранее начинать игру. Потому что вы действительно можете зайти в интернет, увидеть одну игру или вообще ни одной игры не увидеть, хотя на самом деле игр множество проходит. Ну или добавляться в группы для цивилизации. Там тоже много людей делают объявления, что вот нам еще один игрок нужен, еще два игрока, и с ними играть. Так, теперь загружу сохранение, чтобы показать в игре. Значит, смотрите, чаще всего у меня спрашивают вот про это меню с очками развития. Как я его включил? Люди, есть замечательный раздел, настройки называется. Здесь столько всего включается и выключается. Причем, если у вас на русском языке, я думаю, здесь вам вообще все понятно, мне нечего объяснять. Это в самой игре теперь интерфейс. Рекорды в одиночной игре. Стоит палочка. И видите, подсказка показывает простую таблицу рекордов. Ну тут же все, все понятно. Вот видите, как у меня автосохранение настроено. У меня автосохранение после каждого хода сделано, а всего автосохранение 10. Мне это хватает на всякий случай, если что-то произойдет в одиночной игре выше крыши. Ну, кстати, можете заодно смотреть, какие у меня настройки. Так, видео во время игры поменять нельзя, только в начальном меню. Ну и звук само по себе понятно. Теперь, я надеюсь, вы поняли, где включается это меню. Дальше. Мало кто знает про меню дипломатии. Вот многие открывают вот дипломатию и думают, что это все. Видите, вот тут вверху еще три, вообще три закладки. Вот первое – это ваши отношения сразу, в котором можно увидеть, сколько у другой нации золота вообще, сколько золота в ход, какие можно с ними заключить договора, то есть вот с октября на августом можно заключить открытые границы и оборонительный союз. И какие у них свободные стратегические ресурсы, сколько и редкие. То же самое касается городов-государств. Но есть еще закладки «История сделок», то есть какие сделки мы заключили на данный момент, текущие, когда они закончатся. То есть видите, в 234 году я заключил с Феодорой сделку на мирный договор на 10 ходов. Значит, в 244 она закончится. Ну и завершенные сделки. И глобальная политика, в которой показывается развитие каждой нации. Видите, у Октавиана Августа, он уже в информационной эре, у него открыта полностью традиции и честь, и несколько институтов в рационализме и порядке. Кроме того, он построил вот такие чудеса света, и какие у него отношения с другими государствами. Это тоже важная вкладка. Вы постоянно можете смотреть отношения государств между собой. Можете смотреть, вот видите, Гаевата, он все открыл, кроме пятого у него порядка. То есть это видно, что Гаевата идет к культурной победе. Отсюда это видно. А, например, Александр, сколько у него союзников городов-государств, значит, идет к дипломатической победе. Кроме того, в самой, в дополнительных сведениях есть путь к победе. Тоже важная вкладка. Вы можете смотреть, что у кого построено. Ну вот я уже победил космосом, но вот можно было следить, как другие государства строили космический корабль. Вот дипломатическая победа. Смотрите, подробности. Сколько за кого голосов? Вот за Александра уже восемь, а раньше было необходимо для победы десять, и у него было одиннадцать. То есть он уже мог победить дипломатической победой, если бы ООН построил. Поэтому несколько ударов ядерной бомбой и перекупили его союзников-городов. Кроме того, вот опять же меня спрашивали, где можно посмотреть общий счет вашей нации. Вот, пожалуйста, здесь же сколько за что дается. У меня больше всего очков от населения идет. То есть это все важное. Вообще вот эта вкладка очень важная. Военные силы. Здесь можно найти ваших юнитов, если вы их потеряли. Здесь же можно их найти для того, чтобы апгрейдить. Здесь вы можете увидеть, сколько стоит содержание ваших военных юнитов. А содержание юнитов зависит от количества населения. То есть у меня, видите, излишки 251. То есть я могу еще больше военных юнитов строить, чтобы это мне дорого не стоило. И так по каждой этой вкладке. Ну, демография, понятно. Это тоже многие. Урожайность, это сколько еды у вас, производство, сколько молотков. ВНП, это сколько у вас золота идет. Площадь, я думаю, понятно. Солдаты, понятно. Поддержка населения, это счастье. Грамотность, это наука. Это все полезная информация, которая вам нужна. Вот экономика, это ваши города. Да, и здесь можно их сортировать по количеству производства, по количеству науки. То есть понимать, какие города у вас на что нацелены. Потому что все строения во всех городах строить не надо. Например, вот, ну, столица, понятно, у вас будет. Вот Чеченица, видите, она у вас научная. Значит, здесь стоит строить научные города. Теперь по золоту. Вот Крут Мадрид или Эцна. То есть, видите, Эцна при населении 9 практически столько же дает, больше дает золота, чем Карфаген при населении 16. Значит, Эцна очень экономически, ну, золотой город. Значит, здесь стоит строить здания, которые повышают уровень золота, а не, например, науки, которые тут всего 6. Ну и так далее. Таким образом можно регулировать развитие своей империи. Ну, здесь показан доход, золото, расходы, на что больше всего тратится золото. Это все нужные экраны, по которым вы можете судить, какое сетевое соединение утеряно. Я ж не в сети. Классный глюк. Что за фигня? Почему я вылетел из игры, блин? Опять загружать. В левом верхнем углу есть информационная панель, в которой вы можете выбирать, что показывать. Я обычно выбираю исследования, чтобы было видно, сколько ходов осталось. Но здесь, на самом деле, можно выбирать и список юнитов и так далее. То есть, как вам удобнее. Видите, список городов тоже можно выбрать. Мне важнее знать, сколько ходов до открытия осталось. В верхней панели тоже все информационно понятно. При наведении мышки вам будет показываться объяснение. То есть, видите, по науке я получаю 2376,75 от городов и плюс 356,5 от излишков хорошего настроения. Это у меня в рационализме принято такой общественный институт, который дает этот излишек. Золото тоже откуда приходит золото и на что уходит. Счастье. Тут все объясняется. Единственное, при нажатии на культуру и верование вы переходите в их панель. Вот еще по религии. Можно объяснить, потому что новое появилось. То есть, здесь пишется ваша религия основная, какие вы верования приняли и что они дают, сколько вы получаете веры в ход и какие вы можете великих людей принимать. Значит, откуда вот это берется все. Великий пророк вы в любом случае можете принимать, а вот великий инженер, великий ученый, великий торговец зависит от того, какие вы приняли общественные институты. Вот давайте я их открою. То есть, по-моему, при воле можно инженера брать, при рационализме ученого, получается, при коммерции великого торговца. Поняли, да? То есть, зависит от того, какие вы приняли институты. Ну и здесь вот можно автоиспользование. Так как у меня много городов, и мне во всех надо было мечеть ставить, то у меня стоит автоиспользование веры на мечеть. Мне не надо следить за тем, чтобы вот у меня набралось 670 веры и потом идти в город, строить мечеть. То есть, у меня мечеть сама автоматически построится в ближайшем городе, когда наберется 670. Конечно, иногда автоиспользование не стоит использовать. В том случае, если вам надо в каком-то определенном городе посмотреть. Потому что у вас мечеть будет строиться по очереди в той очередности, как вы города основывали или завоевывали. Понятно, да? Во вкладке «Мировые религии» вы можете посмотреть религии других стран. Здесь, видите, по числу городов, принятых религий, основатель, священный город. И в конце верование. То есть, вы можете заодно глянуть, какие бонусы получают другие нации. Вот, например, кто у нас тут? Ирокезы приняли христианство. Значит, смотрим, какие они от этого бонусы получают. Во-первых, плюс один культуры за каждые 5 последователей в городе. Как раз они шли к культурной победе, им это надо. На 20% увеличивается мощь рядом с дружественными городами. То есть, видите, на них нападать тяжеловато. И плюс 4 квери за каждую обрабатываемую клетку кромлихи, за каждую обрабатываемую клетку с камнями. Но вот, видите, в русском переводе оно не влазит в экран нормально, да? То есть, и никак это не сделать, а пофигу, переводчикам нафига им, чтобы влазило. Вот такое отношение к игрокам, к сожалению. Так, и дальше что у нас еще христианство? Эрмитаж дает плюс 8 культуры в городе. Тоже, опять же, для их культурной победы. Так, и все, да? А, нет, вот еще. И они строят пагоды. Вот, как бы, вы можете таким образом узнавать, какие бонусы есть у соперника. Так, ну, в принципе, мне кажется, я уже на все вопросы ответил. Ну, если что, вот, цивилопедия, замечательно все описано, в принципе-то. Все какие-то непонятки. Вот если вы уже зашли в цивилопедию, почитали, а вам все равно непонятно, тогда, наверное, стоит вопрос задавать. А так, еще в самой первой части цивилизации цивилопедия очень сильно помогала разобраться в игре. Ну, и еще раз повторю, не стесняйтесь нажимать на все кнопки, которые тут есть. А, да, еще, вот эти, еще раз повторяюсь, меня опять много раз спрашивали. Вот это переключение на вот такой двумерный вид. Многие, кстати, играли через него, я помню, в начале, когда только вышла эта пятая цивилизация, многие предпочитали через этот вид играть, когда еще у них были слабоватые компьютеры. А вот эта вторая кнопка, это выключает и включает значки ресурсов, выключает, ну, что зависло, выключает и включает значки продукции, вот видите, и выключает и включает сетку. То есть, где, как вам удобнее, так и оставляете. А то, опять же, я вроде и объяснил в каком-то из предыдущих видео, как это делается, а меня опять спрашивают, как включить вот сетку, как это, чтобы было видно. Конечно, еще раз повторю, нажимайте на все кнопки, которые вы видите, и тогда вы будете понимать, как оно все работает. Изучайте игру, потому что, несмотря на то, что я вам рассказываю, на самом деле все лучше запоминается только, если вы сами это попробуете сделать. Ну вот теперь все, вы слышали Лешу Халецкого, подписывайтесь на мой канал «Леша играет», рассказывайте о нем своим друзьям, давайте на него ссылки. Я очень люблю, когда у меня много подписчиков, много просмотров. Все, удачи вам играть в цивилизацию.